Первое, что нужно для того, чтобы на свет появились новенькие купюры, это инициатива Банка России. Его еще называют Центральный Банк Российской Федерации или просто Центробанк. Именно там решают, сколько и каких банкнот нужно произвести. Дальше в игру вступает предприятие, которое называется «Гоззнак». В его составе 8 филиалов, таких как Московский и Санкт-Петербургские монетные дворы, бумажные фабрики, типографии и даже один научно-исследовательский институт. Кроме купюр, «Гоззнак» выпускает внутренние и заграничные паспорта граждан России, бланки дипломов и аттестатов, почтовые марки и многое другое. Если в оборот вводятся купюры с номиналом, какого раньше еще не было, Центробанк заказывает эскизы художникам «Гоззнака», и те предлагают варианты оформления. Дизайн последних двух купюр номиналами 200 и 2000 рублей выбирали всенародным голосованием. Маке должен быть не только приятным глазу, но и функциональным. На купюре необходимо правильно разместить элементы защиты, такие как водные знаки, голограммы и многое другое. Когда эскиз одобрен, начинается изготовление специальных форм для тиражирования денег. Для производства купюр используется специальная бумага из хлопка и льна. Производят ее тоже на фабриках «Гоззнака». Она отличается высоким качеством и прочностью. Деньги должны быть устойчивы к истиранию, воздействию света, тепла и влаги. Кроме того, такая бумага содержит защитные нити и водяные знаки. Она поступает на печатную фабрику в виде крупных листов и подлежит строжайшему учету. Ни один не должен потеряться. Помимо особой бумаги для защиты банкнот от фальсификации, используют несколько видов печати. Основных из них четыре. Они называются овсетная, металлографская, высокая или типографская и орловская. Краски для денежных знаков изготавливаются в специальном цехе на фабрике все того же «Гоззнака». Сначала на купюре одновременно печатается изображение ее лицевой и оборотной стороны. Затем банкноты высыхают и отправляются на вторую и последующие стадии печати. Они используются для нанесения на банкноту защитных признаков. Если купюра хоть чем-то, кроме серийного номера, отличается от других, ее не выпустят за порог печатной фабрики. Иногда из-за небольшого дефекта на уничтожение идут целые листы. Главное — внимательно вести учет. После того, как все необходимое нанесено на бумагу, ее разрезают на отдельные банкноты. Проверяют еще раз и упаковывают в пачки по тысяче экземпляров, перевязывая специальной лентой. После упаковки купюры становятся собственностью центрального банка. Каждая из них имеет свой уникальный номер и начинает считаться платежным средством только когда Банк России вводит банкноты под этими номерами в обращение. Редактор субтитров А.Семкин